Всем привет! Ты смотришь Универ Ньюз. В студии я, Валерия Муратова. Итак, сегодня выпуски. Ректор КФУ принял участие в заседании Совета предприятий машиностроения Татарстана. Министр экологии Татарстана ознакомился с экологическими проектами КФУ. Ректор КФУ принял участие в заседании Координационного совета предприятий машиностроения Татарстана. Встреча руководителей ведущих предприятий отрасли прошла в рамках выставки машиностроения металлообработка Казань. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. С 5 по 7 декабря на территории выставочного центра Казанская ярмарка проходит 18-я международная специализированная выставка машиностроения металлообработка Казань и 13-я специализированная выставка техносварка. Выставку открыл президент Республики Татарстан Рустам Миниханов. В рамках выставки стоял заседание Координационного совета предприятий машиностроения Республики Татарстан. Повышение эффективности деятельности предприятий. Цифровая трансформация производств. Участие в заседании принял чрезвычайный полномочный посол Чешской Республики в России Витислав Пивонько, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, а также другие почетные гости. Рустам Миниханов отметил, что в регионе уделяется особое внимание реализации национального проекта «Повышение производительности труда», который был поставлен президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Особую роль в реализации этого проекта выполняют вузы, которые ведут подготовку высококвалифицированных кадров. Реализация инновационных проектов и нового-юмких разработок напрямую зависит от уровня подготовки кадров. Правильно заинтересованы люди, которые понимают принципы современного центрового производства. Ключевая роль здесь прежде всего отводится вузам, ресурсным центрам, а также движению WorldSky. Стоит отметить, что Казанский федеральный университет на площадке специализированной выставки проведет секцию инновационные разработки и экономика в машиностроении. Мы являемся учредителями этой конференции, соответственно, проводим секцию, связанную с инновационными разработками в машиностроении и технологии технологических процессов сварки. Там присутствуют, конечно, представители заводов. Они уже смотрят, какие улучшения можно было бы вести в их станки. В этом году на выставке представлено 180 предприятий из пяти стран мира и 23 регионов России. Участники презентуют продукцию из 14 стран мира. Диана Шклова, Леонард Влесьяров, Универ Ньюз. Для журналистики сферы общественной жизни, непосредственно связанной со сбором, хранением, обработкой и передачей информации, знание технологии интернет является одним из важнейших условий творческой деятельности. Проблемы молодежных медиаплатформ были обсуждены в стенах Казанского университета. В шоу-руме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета прошла встреча министра по делам молодежи Дамира Фатахова с молодежью по проблемам современных медиа. У меня нет никаких сомнений, что медиа в целом, и не настолько важно, молодежные или немолодежные, нужны медиа, которые актуальны, востребованы и отвечают на запрос, в данном случае, молодых людей, где они могут найти ответы на свои вопросы, где они могут найти разную точку зрения, где они могут вместе с профессиональным журналистом порассуждать на ту или иную тему и сформировать свою собственную позицию. Участниками встречи были как студенты и представители молодежных СМИ, так и приглашенные блогеры. На самом деле, отклика никакого не жду, потому что отклик для меня, он больше в моем блоге, а здесь будет, скорее всего, не отклик, а такой формат диалога. Будут, я думаю, такие полярные мнения на тему медиа. Надеюсь, мы не будем спорить, а придем к какому-то интересному умозаключению и сделаем выводы, и это принесет некий результат. То есть, не будет просто вода, мы поболтали и разошлись, а все-таки будет эффективно. Были подняты проблемы распространения информации современными путями, обсуждены форумы, актуальные блоги и социальные сети, их контент и влияние на аудиторию. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ-Ньюс. Министр экологии и природных ресурсов Татарстана встретился с представителями КФУ и обсудил экологические проекты университета. К чему пришли стороны во время обсуждения, расскажем в нашем сюжете. Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков посетил Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Проректор по научной деятельности университета и директор института Данис Нургалиев ознакомил гостя с лабораторией 3D-геоцентр, лабораториями геохимии, компьютерной томографии и другими. После в главном здании университета состоялась встреча министра с представителями Института геологии и нефтегазовых технологий, Института экологии и природопользования и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Александру Шадрикову представили экологические проекты Казанского федерального университета, такие как применение цифровой геоэкологии и исследование генома снежного барса. Идея такая, что на территории КФУ мы уже слышали, создать Центр резиденции снежного барса, чтобы генетик, он в базу генетики, сделать то, что мы с тобой обсуждаем. Предлагаем и природу тоже, что не просто Центр резиденции снежного барса, а уже специалисты. Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан предложил развивать проекты с поддержкой Министерства. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз. В КФУ прошло мероприятие «Ребенок в сети». Сессия организована для изучения различных вопросов преподавания. О всех подробностях мы расскажем в нашем сюжете. С 5 по 6 декабря в Институте психологии и образования Казанского федерального университета проходит международная образовательная форсайт-сессия «Ребенок в сети». Форма данной сессии предполагает изучение различных проблемных ситуаций в педагогической деятельности и их решения в условиях информационной среды. Направленность данного мероприятия конкретно на будущих педагогов, работников образования. И в данном формате мы решаем важнейшие проблемы современного образования. Работа проходила в формате кейс-чемпионата и форум-театра. Кейс-чемпионат подразумевает рассмотрение изучаемых проблем с точки зрения теории, а форум-театр позволяет погрузиться в проблемную ситуацию, искать пути решения проблемы здесь и сейчас. Подготовка у нас проходит очень интересно. Мы собираемся и психологи, и педагоги в какой-нибудь одной аудитории, начинаем поднимать какой-то вопрос, начинаем продумывать, прописывать сценарий. Для оценки работы студентов и педагогов были приглашены эксперты из антитеррористической комиссии Республики Татарстана и из области неформального образования. Успало 5 команд. Непосредственно была команда из Казахстана. Очень интересны были задумки и реализации по теме хайпу. Сейчас, на данный момент, мир онлайн, мир детей, где непосредственно мы сидим все в соцсетях, есть и положительные стороны, и отрицательные. Мы непосредственно рассматривали кейс с отрицательной стороной. В мероприятии приняли участие не только научно-педагогические работники и студенты педагогического направления подготовки, но и специалисты в области межнациональной политики. Альфия Андерзянова, Виолетта Басова, Универ Ньюз. Актер должен научиться трудно и сделать привычным, привычное легким и легкое прекрасным. Будущие учителя начальных классов, студенты первого курса Института психологии и образования примерили на себя роли сказочных персонажей пьесы Алексея Толстого «Приключения Буратино». Об их первом опыте на сцене наш следующий сюжет. 4 декабря Молодежный студенческий театр Института психологии и образования КФУ «Триумф» показал спектакль по пьесе Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино» для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов. Я являюсь руководителем студенческого молодежного театра «Триумф». Он существует с 2012 года. За это время показали очень много интересных спектаклей со студентами. Театр помогает студентам раскрепоститься, найти себя, обрести какой-то новый творческий взлет, раскрыть свои таланты и способности. И вот сегодня перед вами выступают студенты первого курса, вчерашние школьники, которые совсем недавно только сдавали вступительные экзамены в Казанский федеральный университет, а сегодня они уже показывают спектакль по сказке Алексея Николаевича Толстого «Приключения Буратино». Невозможно себе представить человека, который не знаком с историей о приключениях деревянного мальчика по имени Буратино. Был представлен красочный спектакль с участием молодых артистов, где куклы разговаривают, маски оживают, а золотой ключик открывает дверь в мир радости и мечты. Во время подготовки к выступлению мы очень долго выбирали костюмы, также знакомились друг с другом заново, с новой стороны. И в будущем я считаю, что это даст огромный плюс нам в нашей работе. Мы сможем полагать с детьми, найти с ними общий язык и также понимать, с какими трудностями они будут встречаться во время своего обучения. Валерия Муратова, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова